Внимание, внимание! В магазинах Титан огромный выбор бытовой техники для кухни. Микроволновые печи от 1 990 рублей, чайники электрические от 490 рублей. Суперцены! Гарантия на весь ассортимент. Хочешь сэкономить? Приходи в Титан! А теперь трагедия в Малмышском районе. Там столкнулись встречные автомобили Нива, Шевроле и Волга. После удара один человек погиб, второй тяжело травмировался. Коротко, все самое интересное за сутки в рубрике «Сводка». Авария произошла 15 сентября вечером на 280-м километре дороги Киров-Малмыш-Шведские поляны. По предварительным данным, 62-летний водитель Нивы врезался во встречную Волгу. От лобового удара переднюю часть легковушки расплющила. 59-летний водитель этого авто получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Травмы водителя внедорожники оказались смертельными. Сейчас причины этой аварии выясняют следователи. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Слободском районе. По предварительным данным, 66-летний водитель Лады Калина наехал настоящий у края обочины грузовик «Вольво» с прицепом. После удара легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в 14-ю модель ВАЗа. 46-летний водитель последнего авто и его 65-летний пассажир получили травмы. По информации ГИБДД, госпитализация им не потребовалась. На улице Воровского в Керве столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 44-летний водитель Киарио ударил попутный «Опель Астра». В этой аварии пострадал 36-летний мужчина, водитель немецкого авто. Медики оказали ему помощь. Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району и Ленинский районный суд поставили точку в деле об организаторах азартных игр. Установлено, что трое кировчан с апреля по октябрь прошлого года подыскали подходящее помещение на улице Производственной. Для покера было все готово. И специальные столы, и фишки с картами. Позже организаторы перевезли оборудование на улицу Верхосунскую. При этом они вели себя весьма осторожно. В зал могли войти далеко не все. Далее злоумышленников задержали, они во всем признались. Выяснилось, что у них нет судимости. А после разоблачения они возместили ущерб и перевели в детский дом пожертвования. Поэтому по ходатайству следователя суд назначил троице судебный штраф. Один заплатит 100 тысяч рублей, еще двое по 50. Сергей Пичугин, место происшествия.